приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас долгожданная тема из серии агрогороскопов на март 2022 года и она называется так агрогороскоп нарезки черенков и укоренение черенков в различных растений в марте 2022 года так как у нас много подписчиков и зрителей новичков сразу же отвечу на часто встречающиеся вопросы по этой теме чаще всего нам пишут вот так вот вы даете в благоприятных днях для нарезки черенков и их укоренение время нахождения луны в знаке дева и в то же время вы в агрогороскопе садовода рассказываете что в деве нельзя обрезать деревья и кустарники где тут логика отвечаю логики нет а есть опыт и практика мы давно уже ведем записи всех своих дел по датам а теперь еще и по времени суток и заметили такую особенность в деве при обрезке деревьев в период всех абсолютно фаз луны растение быстро инфицируется затем болеют ну а потом отправляем их на дрова но часто в правилах есть исключение помните со школы есть такое то правило но есть исключение несколько слов пишутся не по правилам здесь та же самая ситуация нарезка черенков это исключение из правил только при нарезке черенков в деве хорошо их сразу же и устанавливать на укоренение этим часто занимаются практически все наши любители комнатных цветов они размножают таким образом нарезали череночки своих цветочков и далее их сразу же рядышком подготовлены уже емкости для укоренения и укоренять их но вот если это садовые деревья чтобы срез не инфицировался его нужно смазать зеленкой или закрыть просто обычным лаком есть старые лаки которые которыми женщины не пользуются или краска вот лак для ногтей используем краска всегда какая то есть и и потом же вы не будете полностью все ветки срезать с того же дерева или кустарника для того чтобы укоренять вот эти все веточки оставите только вот эту обрезку одну на которой бедное дерево не будет знать что делать и выбираете всегда для черенкования для черенков только несколько веточек и причем с южной или юго-восточной стороны дерева или кустарника чтобы черенки были качественными вызревшими и растение не пострадало от обильной обрезки кстати опытные садоводы нарезают черенки заранее поздней осенью или в начале зимы черенки после первых морозцев до минус 5 именно в это время после этих морозов древесина полностью созревает и готова для того чтобы из нее потом череночек вырастал в прекрасный новый кустарник или дерево и вот нарезают осенью в начале зимы эти череночки и сохраняют черенки до весны в холодильнике или в другом месте чтобы уже в феврале в марте установить на укоренение освежают срез самого черенка где будет образование корешков и устанавливает на укоренение череночки желательно при любой фазе луны именно сейчас очень много грибковых заболеваний вирусов воздухе в потоках различных туманов осадках все это инфицировано и любой обрез нужно обязательно закрывать рану нужно закрывать как вы себе ранку обрабатывайте и завязываете бинтиком здесь очень просто кто-то садовым варом закрывает простая зеленка у каждого доступна зеленочка краска или лак закрыли ранку и ваше растение будет здоровым и черенок хороший получите следующий вопрос еще один который вот просто часто сейчас попадается в нашей почте когда вот заранее нарезать черенки на растущей или на убывающей луне чтобы не пострадало садовое растение нужно проводить нарезку черенков середины третьей фазы и в начале четвертой фазы в дни козерога тельца овна и льва это нужно делать в осенне зимний период сейчас в марте можно использовать время нахождения луны в знаках телец козерог и дева но только в благоприятные периоды давайте рассмотрим агрогороскоп на март 2022 года здесь есть свои особенности и не все названные знаки зодиака в которых находится луна будут подходить нам для того чтобы заниматься размножением своих любимых растений с помощью черенков вот посмотрите вот он агрогороскоп нарезки укоренения черенков в марте 2022 года время московское он получается коротковатый вы скажете мне а где же дева о которой вы все время говорите а вот смотрите что получается мы выбрали вот этот период сразу же после новолуния это можно делать еще это не полнолуние и не перед полнолунием а также выбрали вот этот период когда можно обрезать растения и нарезать череночки но здесь один день и это связано с рядом космических событий которые нужно учитывать обязательно при создании нового растения итак давайте более подробно мы рассмотрим я хочу вам сказать что многие возмущаются что я очень много рассказываю про солнечный календарь а кстати солнечный сейчас на первом месте стоит я это учитываю и записываю для того чтобы эта энергетика поступала и к солнцу и к луне и вы совместно с этими энергиями творили чудеса и своими руками и растения ваши были здоровы ну давайте вот рассмотрим вот этот первый период мы с вами только что увидели весь агрогороскоп сразу же после новолуния после уже выхода и луны из гекаты буквально через сутки вот наступает вот этот благоприятный период растущая уже луна это телец новолуния вот второго у нас было что можно здесь использовать 6 марта после 12 часов и до конца суток это очень хороший 21 солнечный день и 16 градус рыб очень хорошее время не буду расшифровывать займет очень много времени 7 марта все 24 часа здесь 22 солнечный день и 17 градус рыб 8 марта с 0 часов и только до 14 часов это связано с тем что затем наступает время луны без курса это время когда лучше ничего не делать это бесполезная трата времени но и в это время будет 23 солнечный день тоже очень хорошее время для начала жизни для начала каких-то творческих дел и 18 градус рыб и вот смотрите я пишу здесь замажьте ранки растений пожалуйста обязательно замазывайте это растущая луна вы нарезаете череночки и обязательно замажьте ранки это растущая луна мы не занимаемся в обрезкой садовых растений в это время только нарезка черенков если это у вас комнатные растения можете не смазывать ранки единственное что можно зеленкой это всегда на всякий случай всегда будет хорошо для растения и еще один период он довольно длительный это козерог и убывающая луна скажите что козерог хороший знак да это хороший знак это дни корня укоренение очень хорошее но убывающая луна ну и что если убывающая луна зато здесь смотрите солнечная энергия 6 солнечный день супер день для того чтобы начинать новое дело и 6 градус овна это очень хороший период его можно использовать тоже созидательное время для того чтобы заняться нарезкой и укоренением черенков здесь вот этот момент как раз можно и нарезать и укоренять ну и где же это дева снова вернемся к этому агрогороскопу видите я все оставила я те же стрелочки когда можно обрезать растения и для них будет для их здоровья не будет никакой угрозы а вот смотрите где у нас дева дева у нас начинается 16 марта 8 часов утра далее вечером уже начинается сожженный путь полнолуние казалось бы можно было бы что-то делать но здесь энергии и луны и без курса и энергии уже полнолуния здесь опасно вообще обрезать растения да и тем более укоренять полнолуние не для этого создана здесь пик набора энергии и очень сложный период для всех растений и вот попадает у нас сожженный путь полнолуния дева как раз и 17 и 18 поэтому деву для укоренения черенков в марте месяце 2022 года не используем вот я вам показала почему таким образом поступает вот она наш агрогороскоп садоводом я вам уже его показывала и вы видите когда можно что вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск на этом мы прощаемся с вами просим беречь ваше растение а также с любовью с хорошим настроением приступать к размножению своих любимых растений и в доме и в саду в хорошем расположении духа в хорошем позитивном настроении и самое главное в благоприятные периоды для самих растений раиса горяченко александр волк подготовили это видео для вас мы прощаемся с вами всего навсего до следующего видео будьте все здоровы всего вам самого доброго и прекрасного пока пока